Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс и добро пожаловать в очередную подборку, на этот раз с осенним фэнтези. Это те книги в жанре фэнтези, которые просто идеально будет прочесть осенью. Самые уютные, самые тёплые истории, некоторые из них даже с нотками детектива, триллера или капелькой ужасов. Так что давайте переходить к этой замечательной подборке. И начну я, пожалуй, с цикла, о котором уже упоминала в подборке с общими осенними книгами. Это агентство Локвуд и компания Джонатана Страуда. История о мире, в котором после загадочного катаклизма начали появляться привидения. Они появляются стихийно, беспочвенно и довольно часто эти привидения могут видеть только дети до 16 лет. И по всему миру появляются небольшие или же наоборот довольно-таки крупные компании, специализирующиеся на поимке тех самых привидений. И здесь история как раз пойдёт о небольшой компании, агентстве Локвуд и компания. Трое подростков, Люси наша главная героиня, Энтони глава компании и Джордж будут отвечать за поимку особо опасных призраков. И время от времени дела в их компании то идут в гору, то падают вниз, однако это невероятно интересное приключение с мистикой, с долей очень уютного, очень атмосферного мироощущения, уютного сеттинга. Несмотря на то, что в мире творятся очень страшные, зачастую пугающие преступления, связанные с различными убийствами, с теми же самыми предизраками и их тайнами, у главных героев в их атмосфере есть что-то, что притягивает к себе внимание, что заставляет тебя читать этот цикл дальше. Если вы любите мистику в сочетании с какими-то детективными сюжетами, то Джонатан Страуд вас точно чем-то да удивит. Далее я покажу вам две книги нашего отечественного автора, это Евгения Сафонова, «Ее, когда завтра настанет вновь», книга из цикла о Форбиденах и «Некроманс, горячая новинка», рассказывающая о нас, о совсем иной истории, о фэнтезийном мире, где царят свои законы, где властвует жестокая королева, а наша главная героиня умирает на самых первых страницах. И в книге «Когда завтра настанет вновь», и в «Некромансе», насколько я знаю, присутствуют некие детективные линии «Когда завтра настанет вновь». Это вообще идеальный вариант на осеннее чтение, как раз читала книгу прошлой осенью. Эта история то и дело притворяется книгами различных жанров, детектив, триллер, обыкновенный роман, семейная история, и ты никогда не узнаешь, что находится в начинке, к чему приведет автор до последних страниц. А «Некроманс» я только планирую читать, знакомиться с этой потрясающей историей, и в ближайшей рубрике с книжными новинками поговорим и об анонсе продолжения. Одиночная фэнтези-история, которую можно как и прочесть в ноябре, растянуть ее на весь месяц, так и вместе с ней затронуть частичку декабря. Это Лия Арден и ее невеста ноября. Да, история зимняя, морозная, тут очень много снега, очень много зимней атмосферы, однако она идеально подойдет и для чтения осенью, так как прежде всего эта история, своеобразный ритейлинг, завязанный на сказке о 12 месяцах. В этом мире распределение времен года по четкой иерархии следует друг за другом, и люди, рождающиеся в определенный месяц, определенного сезона, наделены каждым своим каким-то особым даром. И наша главная героиня Айара, она родилась на перекрестке между осенью и зимой, она не принадлежит ни к одному из сезонов, и из-за этого многие считают девушку проклятой. А совсем недалеко от этой самой деревни в лесной чаще спрятался загадочный колдун, который отвечает, по легенде, за один из зимних месяцев. Конечно же, не могу обойтись стороной шолох Антонина Крэн. Это невероятно уютный историй, каждая со своей потрясающей атмосферой. Это огромный фэнтезийный мир, который населен различными существами, различными людьми, которые наделены необыкновенными способностями. И здесь я вам советую не только, если вы еще не знакомы с циклом, прочитать первую книгу, но и попробовать одиночные произведения, в том числе «Орден сумрачной вуали», последнюю на данный момент вышедшую книгу из цикла о шолохе, и, возможно, еще Академию Борю, если вы хотите получить такую академику, историю, которая будет разворачиваться в стенах волшебной школы. Но вот «Орден сумрачной вуали» сейчас называют самой атмосферной, именно осенней историей из всего цикла. И даже, судя по обложке, я подозреваю, что нас ждет что-то таинственное, пугающее, замешанное, как всегда, на ужасных преступлениях, но эти преступления разворачиваются в мире, где каждая деталь пропитана уютом, каким-то определенным колоритом, необыкновенной историей, и именно за это и стоит любить шолох, за огромную детализацию мира и за то ощущение, которое книги нам дарят. Следующий небольшой подраздел подборки можно ознаменовать как «Книги про ведьм», и у меня есть две мои самые любимые трилогии, которые рассказывают о ведьмах, и одна из них совсем-совсем скоро приблизится к своему логическому завершению. Это Шелби Махерин и ее «Змеи и голубка». Совсем-совсем скоро, об этом я расскажу в рубрике «Книжные новинки», выйдет последняя, финальная часть трилогии, и, наконец-то, мы узнаем, чем же закончилась история Лу и Рида, но пока я просто посоветую вам две первые части. Это история о мире, где церковь и ведьмы находятся в вечном противоборстве. Магия и реализм сталкиваются, ведьм преследуют, их боятся, их убивают, а ведьмы находятся в вечных бегах, они скрываются в лесах, но совсем скоро таинственные и опасные создания готовятся выйти в свет, победить людей, и наши главные герои, представители двух совершенно разных миров пытаются и одновременно спасти каждый свою сторону, и понять больше друг друга, почему так происходит, почему вечное противостояние добра и зла не может прийти к какому-то логическому завершению. В общем, это та история, в которой одновременно и сочетается романтичная сторона повествования и приключенческие моменты, и также некие размышления о добре, зле, о том, как правильно поступить в той или иной ситуации, и я уже очень-очень сильно жду, когда же там выйдет третья часть. И, наверное, я никого не удивлю, если вновь упомяну «Ковен озеро Шамплейн» от Анастасии Гор. Одна из моих самых любимых фэнтезийных трилогий нашего отечественного автора еще и про «Ведьм» с магией, с ковенами, с таинственными загадками, преступлениями, харизматичными персонажами. Не передать мою любовь к этой трилогии. К слову, совсем-совсем скоро из предзаказа выйдет огромный сборник, где все книги будут находиться под одной обложкой, и также там будут три или четыре, насколько я знаю, дополнительных рассказов о мире, о персонажах. Пока не знаю, буду ли я брать сборник, но вот эта вот серия идеально, на мой взгляд, подходит для осени. В ней есть тонкая грань между приключениями, какими-то светлыми, позитивными, юмористическими моментами и серьезностью повествования, магией, мистикой, теми же самыми Ковенами и тем, что происходит внутри этого магического мира. Если вы до сих пор не познакомились с Ковеном Озеро Шамплейн, то сейчас самое время начать знакомство, и осенью вы проведете потрясающее время в компании этих историй. Далее у меня пойдут книги из немного другого фэнтезийного пласта, однако Легион Брэндона Сандерсона выделяется из всей этой подборки, его в принципе можно читать в любое время года, однако моей задачей было выбрать что-то, сочетающее в себе детективные и мистические нотки, которые так характерны для осени, для октября, и сочетать также фэнтезийный жанр. А здесь все смешалось, и получилось очень интересное, очень необычное произведение, которое рассказывает нам о главном герое, в голове которого живет множество других личностей, и каждая из этих личностей является индивидуальностью со своими особенностями, своими привычками, повадками, характером. И эти личности не только обитают в голове самого главного героя, он также может видеть их как вполне реальных людей, за исключением того, что другие люди их не видят. И эти личности помогают ему то и дело раскрывать опасные, запутанные преступления, и в сборнике вы найдете три отдельных истории, связанные между собой красной нитью. Это истории самого разного толка от путешествий во времени до кровавых убийств. Это первая книга, с которой я начинала знакомство с Брэндона Сандерсона, и на мой взгляд, это просто идеальный вариант, чтобы понять, как он пишет, о чем он пишет, и что вкладывает в своих персонажей и свои сюжеты. Фэнтези-фаворит этого года, одна из лучших книг, которая точно войдет в годовой топ, Джей Кристоф и его «Империя вампиров». Грандиозное начало огромнейшей саги, я думаю, она еще подарит нам много-много положительных эмоций, заставит читателей подумать, всколыхнет книжный мир. И это история о необыкновенном мире, в котором 27 лет назад на мир, на небо, опустился загадочный пепел, заслонив солнце. Теперь в мире постоянно сумерки или же кромешная темнота. И такое положение вещей очень понравилось вампирам. Загадочные, таинственные, опасные создания выбрались к людям, постепенно захватив власть. И наш главный герой Габриэль Даллеон является последним из ордена защитников остатков человечества. Он находится в тюрьме, его приговорили к казни за убийство короля вампиров. Однако до казни новая королева желает знать подлинную историю всей жизни Габриэля, как он стал защитником человечества, как он стал прославленным героем. И у Габриэля есть время для того, чтобы поведать и миру, и читателям, что ему удалось пережить. Книга состоит из трех условных временных линий. Первая разворачивается в темнице, где наш главный герой как раз беседует с вампиром-историком, рассказывает ему, что происходило в его жизни, как это повлияло на его настоящего. Вторая временная линия разворачивается в далеком прошлом, когда маленький мальчик только впервые столкнулся с вампирами, с этими ужасными, жестокими созданиями и открыл в себе необыкновенные способности и дар, который скорее является для него проклятием. И третья временная линия рассказывает о событиях, которые происходили незадолго до настоящего, уже выросший, разочаровавшийся в мире, в самом себе, в людях. Габриэль скитается по остаткам еще не выжженной земли и встречается с людьми из прошлого, которые предлагают ему отправиться в путешествие за священным Граалем, который по преданиям может положить конец всему царствованию вампиров и, наконец, развеять пепел в небе. В описании к этому ролику я оставлю ссылочку на прочитанное, на свои эмоции по поводу Джея Кристофа. Но, честно, я не ожидала, что это будет настолько мощно, настолько пиерично, и что Джея Кристоф за таким фантазийным сюжетом, за даже, можно сказать, приключенческим повествованием скроет столько смыслов, столько вопросов и иллюзий на происходящее в общем человеческом масштабе, иллюзии на вечные вопросы. И при этом не только покажет нам харизматичного главного героя, который не обделен ни положительными, ни отрицательными качествами, а также и раскроет полностью его историю и историю тех, кто с Габриэлем время от времени пересекает. Следующие две книги, наверное, можно назвать сборниками. Один из них, это точно сборник «Тринадцать сказок лесов и морей». Это тринадцать небольших, мрачных ретеллингов на известные сказки «Золушка», «Белоснежка», «Спящая красавица», «Русалочка» и так далее. И все эти сказки поданы под солнцем, мрачности под солнцем, очень давящей атмосферы, которая не дает тебе свободно вдохнуть. Повествование сопровождается красочными иллюстрациями, и уже по названию каждого из рассказов мы можем догадаться, что за история, что за ретеллинг будет представлен перед нами. Анджей Сапковский и его «Последнее желание». Первый сборник из серии о «Ведьмаке», о приключениях Геральта, первые истории в этом мире, в этом сеттинге, где мы только знакомимся с нашим главным героем, с его приключениями, с тем, что происходило у него до определенных событий, и уже после них, как это повлияло на нашего главного героя, который занимается тем, что охотится за невероятно опасными созданиями, и убивает их. «Последнее желание» это также сборник, в котором идеально сочетается сюжетная составляющая, фэнтезийный мир, приключения нашего главного героя, различные истории о его жизни, о персонажах, которые его окружают, и некий юмор, нотки юмора, интересные размышления о судьбе, о предназначении, и мне очень хочется уже продолжить знакомство с «Видимаком», с этим обширным миром, и узнать, с чем еще нашему герою предстоит столкнуть. И последний мой совет в этой фэнтезийной подборке – комиксы, а точнее, огромная серия комиксов о сказке. Эти истории вообще можно читать в любое время года, в любой сезон, но мне кажется, именно осенью сказки зайдут лучше всего. Это комиксы большого формата, в каждом из которых раскрываются три истории, связанные между собой красной сюжетной нитью. Мы постепенно узнаем, что за сказочные герои предстают перед нами, как они попали в те обстоятельства, в которых находятся на данный момент. И знакомство с персонажами протекает очень интересным, очень необычным способом. Мы находимся в Нью-Йорке, в жилом комплексе сказки «Таун», который представляет собой, по сути, посреди огромного Нью-Йорка, отдельный собственный мир, где обитают сказочные персонажи, некогда изгнанные из своих родных семей, которые теперь захвачены загадочным врагом. Где сказочные персонажи, вынужденные бежать, оказались в мире, который не наделен магией, в котором им предстоит самим выживать, самим строить свое собственное общество. И вот, находясь уже в определенной точке истории, мы начинаем узнавать, что это за герои, как они попали в этот мир, что было в прошлом, и почему именно они ушли, отдав свои земли без боя. Это очень масштабная, очень интересная история, которая по мере повествования раскрывает разных героев, разные сказочные сюжеты, интерпретирует их по-своему. На страницах этих комиксов вы познакомитесь и с Белоснежкой, которая является мэром этого небольшого поселения, жилого комплекса, и со Шрифом, который является Серым Волком, и с Мальчиком с Пальчиком, и с Королем, а также с Прекрасным Принцем, Золушкой, Спящей Красавицей, Красавицей и Чудовищем, и также многими другими сказочными героями, которые трансформировались и стали не совсем другими личностями, но значительно изменились и отошли от образов известных сказочных героев. Вот такая подборка осеннего фэнтези получилась у меня. Если я пропустила какую-то особую книгу или вы знаете, чем можно дополнить еще эту подборку, обязательно пишите свои варианты в комментариях, мне будет все очень интересно узнать. Ну, а с вами, как всегда, была Элизабет Букс, мы с вами увидимся совсем-совсем скоро, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok